В одном из домов по улице Митрополитская мы нашли, там был такой двухэтажный дом, и в украинское время, когда там была еще Украина, и стояли нацбаты, там базировалась организация нетрадиционных ориентаций, геев, лесбиянок, ну и всего остального, что там можно еще сюда приписать. Она напрямую финансировалась американской общественной организацией USA. На этом доме есть табличка с полным указанием. Если обратить внимание, ну просто почитать относительно истории этой организации, то мы увидим, что она находится практически под прямым патронажем президента Соединенных Штатов и Конгресса США. Представляете, кошмар. Авиабаза «Рамштайн» в Германии. Самый крупный опорный пункт американских ВВС за пределами Соединенных Штатов. Территория под усиленной охраной, и особенно в этот день. Сюда прибывают министры обороны из более чем 40 стран мира. Среди них и глава Пентагона Лойт Остин. Здесь проходит встреча, посвященная поставкам оружия в Украину. Эту встречу уже назвали исторической. Это знак. Знак Европе. Увеличивать поддержку Украине. Партнеры рекордными темпами увеличивают поставки оружия в Украину, говорит глава Пентагона. Мы здесь, чтобы помочь Украине победить в битве против необоснованного вторжения России. Украина нуждается в помощи для того, чтобы она победила сейчас. И она будет нуждаться в помощи и тогда, когда война закончится. Приехал на встречу министр обороны Украины Алексей Резников. Глава Пентагона сразу обратился к нему и всему украинскому народу. Ваше сопротивление вдохновило свободный мир. Главная цель встречи – скоординировать наращивание военной помощи Украине. Какое оружие нужно, сколько, как его доставить, как обучить им пользоваться украинских военных, как усилить украинские войска, которые отбивают сейчас атаки на Донбассе и на юге страны. Итак, позвольте мне еще раз поблагодарить всех министров и начальников оборонных ведомств и вашей команды за то, что они присоединились к нам сегодня. Особенно мой хороший друг, министр обороны Украины, мистер Резников и его делегация. Приятно его видеть. Мы все уходим с общим и прозрачным пониманием проблемы, с которой сталкиваются украинцы. И я знаю, что мы все полны решимости помочь Украине победить сегодня и набраться сил на завтра. Работа, которую мы проделали вместе, имеет огромное значение на поле боя. Президент Зеленский ясно дал это понять, когда мы встретились в воскресенье в Киеве. И страны всего мира активизировались, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины. И я хотел бы особенно приветствовать важное решение наших немецких друзей, поскольку министр Ламбрехт объявила сегодня, что Германия отправит Украине около 50 зенитных систем Гепард. А вчера британское правительство заявило, что предоставит Украине и дополнительные средства ПВО. Сегодня Канада объявила, что отправит Украине 8 бронемашин. Это важный прогресс. Мы видим больше с каждым днем. И я приветствую все страны, которые поднялись и поднимаются, чтобы помочь Украине. Но нам нельзя терять время. На сегодняшнем брифинге говорилось, что предстоящие недели будут явно решающими для Украины. Так что мы должны двигаться со скоростью этой войны. И я знаю, что сегодня все лидеры полны решимости поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией и с верствами. И я знаю, что мы все полны решимости сделать больше для лучшей координации наших усилий. Поэтому я был особенно рад услышать, что генерал Уолтер призвал всех нас более решительно использовать координационный механизм ЮКОМС. Теперь, чтобы гарантировать, что мы будем развивать наш прогресс. После сегодняшнего дня я с гордостью объявляю, что сегодняшняя встреча станет ежемесячной контактной группой по самообороне Украины. И контактная группа станет проводником доброй воли для народов, чтобы активизировать наши действия и координировать нашу помощь. Сосредоточиться на победе в сегодняшнем бою и на борьбе, которая еще впереди. Ежемесячные встречи могут быть личными, виртуальными или смешанными. И все они расширяют прозрачность, интеграцию и диалог, которые мы видели сегодня. Позвольте мне подчеркнуть еще один момент. Сегодня мы провели важную сессию о долгосрочной поддержке обороны Украины. В том числе и то, что нужно от нашей оборонно-промышленной базы. Это означает, что мы должны справиться с огромным спросом, с которым мы сталкиваемся в отношении боеприпасов и оружейных платформ. Поддерживать Украину, одновременно отвечая нашим собственным требованиям и требованиям наших союзников и партнеров. Но это также означает удвоение наших общих усилий по укреплению вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе. И я с нетерпением жду наших дискуссий в контактной группе и в других местах о том, как правильно это сделать. Позвольте мне еще раз поблагодарить все страны, которые собрались сегодня вместе. Они проделали важную работу. И они посылают мощный сигнал. Мы продолжим прозрачно и безотлагательно работать с нашими союзниками и партнерами над укреплением обороноспособности Украины. И мы будем продолжать настаивать на поддержке и усилении украинских вооруженных сил для предстоящих сражений. Мы уходим с этой встречи окрепшими, как и Украина.